Сегодня же в День Конституции перед Федеральным Собранием с посланием выступил президент России Владимир Путин. В целом это послание стало для него девятым. Путин обращался к парламентариям во время своих первых двух сроков. Наша съемочная группа сегодня работала в Москве, где слушала послание президента России. Оглашение послания прошло в торжественной обстановке в Кремле. На церемонию были приглашены более тысячи человек. В их числе члены правительства России, судьи, генпрокурор, руководство ЦИК и счетной палаты, губернаторский корпус, парламентарии, главы традиционных конфессий, общественные деятели и руководители крупнейших СМИ. Как сообщил нашему корреспонденту спикер Чувашского парламента Юрий Попов, впервые на это мероприятие были приглашены руководители законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было ориентировано на укрепление моральных и духовных ценностей национального единства страны. В нем содержатся и конкретные поручения правительству, направленные на экономическое и политическое развитие государства. После завершения церемонии оглашения послания, отвечая на вопросы журналистов, глава Чувашии в частности отметил. Владимир Владимирович Путин в своем послании четкие задачи поставил перед правительством России, перед региональными властями, перед муниципальными властями. Мы в ближайшее время должны принять соответствующие нормативно-правовые документы для того, чтобы их реализовать. Послание было связано с улучшением качества жизни. Это и естественная природа, это и улучшение демографической ситуации, это и повышение среднедушевого дохода на каждого члена семьи, на каждую семью, обеспечение жильем. То есть все, что делается сегодня, он в своем политическом документе увязал с человеком, с человеком труда.